Приветствую, дорогие подписяо. Не спрашивайте, почему, но я не буду вам показывать, короче, подоконник в этой комнате и вообще там окно, вид и так далее. Но просто хотел показать, насколько светло тут и насколько, короче, довольно классно затемнено все здесь. То есть это не супер темнота, прям блэкаут, шторы и так далее, но все же достаточно круто и эффективно. Вот, если вы смотрите этот ролик, значит, скорее всего, я уже в Москве и уехал из Рязани, где, собственно, я, получается, два месяца вот в этой квартире прожил. Капец, все просто купил, уехал, ну ладно, неважно, хотел вам просто показать эту систему охлаждения, какая здесь была. Вот, выглядит довольно колхозно, но чуть-чуть работает, это самое главное. Короче, во-первых, вид из окна, просто зацените, довольно прикольный, особенно вечером прикольно, когда вот там все это шоссе, все светится, то есть вид вот так еще прикольный очень. Ашан недалеко, вот всякие новостроечки, в общем, 21 этаж, немножко, да, обосраться можно, но ладно, нормально. Короче, зацените, штора просто приколхожена вот так вот, значит, к окошку, чтобы не выпускать лишний холод в комнату. Вот эта штука, кстати, отвалилась. Ну, типа, можно иногда просто заменять эту ленту, то есть лучше не скотч, а именно вот такую, короче, специальную ленту, забыл, как называется, тейп, не тейп. Вот, чтобы просто там окно открыто за шторой, и лишний холод не проходит в комнату. А здесь, наоборот, видите, батарея, и, соответственно, все здорово, четко. Соответственно, здесь тоже все подогнуто, чтобы внизу не продувало. Вот здесь я в угол пришел, здесь прохладно достаточно. Ну, да ладно. Короче, вот эту штуку я обычно отрепляю вот так. И хопа. О, как тут холодно, жесть обосраться. То есть реально эта штука, в принципе, ткань, она какую-то эффективность в плане охлаждения дает. Ну и все, короче, вот здесь воздуховод тоже прилепленный к этому, к этой дверке окошком. А здесь штора просто для того, чтобы она не надувалась, не мешала просто проходить вот здесь. Вот. Ну, короче, вот это я залепляю. Опять же, чтобы с этой стороны сильно холодрыга не шла в комнату. И, соответственно, вот просто воздуховодочек идет. В этой коробке там внутри два вентилятора. И они что-то делать должны. Сейчас я осыряюсь. Гляну. Здесь у нас 22,6 на этом маленьком градуснике, который тут валяется. Здесь у нас 24,2. Это в комнате. Ну, вот, по сути, вот где-то в центре комнаты. Не знаю, интересно, сколько сейчас. Я не так давно это все врубил. Но пока меня именно нет в будке. Кстати, здесь нет еще. Здесь пока вообще жарище. Но суть в том, что иногда 21 получалось добиться. И, типа, если вот сейчас руку поднес вот так, я прям чувствую холодрыгу оттуда, которая прет. Можно, кстати, еще вот здесь включить. Там у меня отверстие. Тоже довольно колхозная тема. Но, опять же, немножко работает, немножко помогает. Лампу выключаю, потому что она тепло тоже дает какое-то. Сейчас. Ну, блин, тут плохо видно. Но, короче, вот здесь отверстие. А, знаете, почему плохо? Потому что на этой камере широкоугольная светочувствительность ниже. Вот. Здесь, короче, идет кабель там по удлинителю. И он, короче, в пауэрбанк. Отсюда наоборот. Вот я вот сейчас руку поднес. Чувствую, ну, типа, не холодный, а такой, скорее, теплый воздух. То есть, короче, сейчас там все охладится. Ну, когда я залезу, понятно, будет опять жара, но неважно. То есть, чтобы просто дотянуть розетку до туда, видите, типа, эта штука там в пауэрбанк втыкается. Из пауэрбанка удлинитель. Ну, вот так немного долбанутым. Но, опять же, главное, что работает. Ну, короче, дырка там вот такая же, как вот здесь отверстие. Вот. Как вот это с железкой. Здесь, кстати, есть накладка для того, чтобы только провода торчали. То есть, как в офисе, типа, поняли, так и в офисных столах. Но я не стал пока использовать. Пофигу, в следующей хате уже. Скорее всего, заморочусь. Вот. Ну, короче, вот таким образом я мутил. В Геленджике, понятно, этого смысла делать не было. Потому что в Геленджике зимы не бывает никогда. Вот. А все-таки здесь. Вот. Я думал до лета так, а потом кондер замутить. Но, как видите, все пошло немножко... Извиняюсь, не по плану. Ну, да ладно. Хотя бы вам показал вообще приколы. Ну, что? Надеюсь, было интересно. Соряйте за хлам, за бардак. И всем пока.